Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему Бог не уничтожил дьявола. Постараемся разобраться. Господь любит все свое творение. А как-то очень несправедливо мы грешим. Ну, даже, предположим, ничего страшного делали, а просто наша какая-то грешная мысль увела нас от Бога. Если мы считаем, что кто-то ушел от Бога из-за слуха уничтожения, то, прежде всего, надо не про дьявола говорить, а начать с себя. Потому что христианин ищет бревно в глазу не ближнего, как Господь говорит, и даже не сучок в глазу ищет, а ищет бревно в своем глазу. И начинает он именно с себя, даже если необходимо сравнение с врагом рода человеческого с дьяволом. Потому что Господь любит в том числе и свои не столь совершенные творения, как человек, своих служебных духов. Мы помним, апостол Павел говорит, ангелы – это не венец творения, венец творения человека, а ангелы – это служебные духи, служба посылаемая. Поэтому ангелы, они куда более прямолинейны, у них нет творческих способностей, и дьявол – такое страшное зло, потому что он и не в силах, пребывая вне времени, поменяться и обратиться к Богу. Но Господь по-прежнему его существование ценит, и дьявол существует. Кроме того, Господь сохраняет дьявола для того, чтобы было оправдание у нас. Мы помним, что Господь сотворил нас по своему образу и подобию, и поэтому мы абсолютно свободны. Если свободный человек выбирает грех, то он тем самым говорит, нет, Господи, мне Твое Царство Небесное не нужно, я не хочу быть сынаследником вечной жизни, вычеркни меня из числа праведников и отправи вату. Вот, любым своим самым маленьким грехом, даже самым мысленным. Но Господь, Он нас любит, как таких бестолковых детей, поэтому и дьявол остается. Дьявол остается для того, чтобы дать нам возможность оправдаться, оправдаться, показать, что нет, мы дьяволом искушены. Если мы посмотрим изгнание Адама и Евы из рая, Господь говорит, вот из семени твоего, из семени Евы, из семени жены, произойдет тот, кто будет наступать на главу семени змеи. А вот змей все равно продолжит жалить в пяту. И мы видим в Новом Завете вот эти символические слова, они сбываются. Потому что Господь говорит, я видел сатану, не спавшего с небес, как молнию. То есть в момент пришествия Спасителя, его проповеди миру, уже сатана не является преградой между людьми, находящимися на земле. В данном случае имеется в виду не планета, а именно материальный мир. И между Богом, который находится на небе, в мире нематериальном, в мире нетварном. И Бог, уже не отделенный сатаной, позволяет, тем не менее, сатане ползать по земле и жалить человека в пяту, сохраняя для человека его свободу. И дьявол сейчас, во времена Новозаветные, когда он уже низвержен с небес, когда смерть сокрушена, врата твои сокрушены, он исполняет с собой то же самое предназначение, что исполняло древо познания добра и зла в раю. Дает человеку свободный выбор, выбор между с Богом и страшной бесовской альтернативой. Тем не менее, некоторый итог, итог временам подводится на страшном суде Божьем. Господь отвечает иудеям и говорит, я пришел сейчас призвать не праведников, а грешников на покаяние. Сейчас еще Господь продолжает терпеть грех в мире и от дьявола, и от людей. Но настанет страшный суд, будет воскрешение мертвых, будет воскрешение суда, как говорит нам апостол и евангелист Иоанн Богослов. И после этого уже отправятся праведники в место, уготованное Господом для них от начала мира, а грешники отправятся в место, уготованное отнюдь не для людей, а для людей не предназначен. А как нам говорит Евангелие? А вы идите, проклятие, в то место, которое уготовано для сатаны и ангелов его. То есть Господь, Он и для сатаны. Для сатаны готовят то место, где уже Он людям не сможет навредить, за исключением тех, которые сами к Нему пойдут. И как тот же самый евангелист Иоанн Богослов в своем откровении в заключительной книге Священного Писания говорит, и этим хотелось бы подытожить и убедиться, что Господь не забыл о том, что дьявол нам мешается, что дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Поэтому наша задача не беспокоиться, что дьявол не погублен. Потому что когда дьявол будет погубляться, вечность, в этом озере огненном, главное, чтобы мы там по соседству не очутились, а очутились в Царстве Небесном. Продолжение следует...